А вот здесь вот пишется, сколько нам осталось лететь. Пока что дофига. Это очень неудачная пересадка. Я надеюсь, что смогу пройти корейскую границу, как нормальный человек. Всегда чаще приходит пофоткаться, чем почитать. Мама, не смотри это видео, пожалуйста. Привет, друзья, меня зовут Вареника, и я очень рада видеть вас на своем канале. Чаще всего здесь я выкладываю свои блоги, блоги о том, как я вижу, как я живу и так далее. И в этот раз я решила сделать целую серию роликов о том, как мы с моим мужем Лешей съездили в Южную Корею. Надеюсь, они будут интересны тем, кто хочет туда съездить, и тем, кто просто хочет посмотреть, как мы там побывали. Поэтому, конечно, оставайтесь со мной, и если вам понравится, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, потому что для меня и для алгоритмов Ютуба это, правда, очень важно. Большое вам за это спасибо. Я старалась все снимать по ходу пьесы, чтобы видео получилось максимально органичным, но, к сожалению, не всегда удавалось на ходу что-то сказать, что-то я создавала после, поэтому для полноты картины будут вставки такие вот со мной сейчас, уже после этой поездки. Надеюсь, вы тоже не будете против, и вам все равно будет интересно. Мы жутко промокли. Всю Москву очень сильно затопило. Это очень неудачная пересадка. Ну ладно, зато не обидно, что мы приехали ненадолго. Я, на самом деле, очень люблю Москву. Я год здесь училась. Мне очень тут нравилось, но ради вот этого человечка я вернулась обратно в Питер. И первое, о чем хочется рассказать, и о чем мы сами долго пытались разузнать, это перелет в Южную Корею и прохождение таможни. Если вы не знаете, это довольно-таки непросто бывает. Мы это тоже выяснили. И давайте, наверное, начнем с того, что мы с Лешей живем в Санкт-Петербурге. И прямой перелет был очень дорогостоящий. Точнее как, совсем прямого перелета, наверное, и нет, потому что лететь очень далеко. Это буквально половина земного шара. Поэтому у нас была пересадка в Китай. И летели мы китайскими авиалиниями. Но не из Петербурга, а из Москвы. Билет из Санкт-Петербурга в Сюл стоил 150 тысяч рублей на двоих. Туда-обратно с багажом. Это, в принципе, конечно, наверное, недорого для такого объема. Но все-таки для нас это было существенно. Мы подумали, что, возможно, будет дешевле лететь из Москвы. И так оно оказалось. Транспортное сообщение между Москвой и Петербургом развито очень хорошо. Для нас абсолютно не проблема переместиться из одного города в другой. Поэтому мы летели именно оттуда. И такой перелет туда-обратно на двоих с багажом обошелся на 84 тысячи рублей. У нас была пересадка в Пекине. Она нас полностью устроила. Она была достаточно комфортной. И мы смогли воспользоваться бизнес-залом бесплатно. Расскажу, как именно это можно сделать. У нас с Лешей есть дебетовые карты Тинькофф. Это не реклама. Это просто то, что мы сделали. Чем я хочу с вами поделиться. У нас есть эти карточки. Мы никогда не пользовались аккаунтом Тинькофф Премиум. То есть мы его не подключали. И у нас была возможность воспользоваться пробным периодом на один месяц. Это мы и сделали. Во-первых, мы смогли таким образом оформить с одного аккаунта, только с Лешиного. Мою карточку мы не трогали. Только с Лешиного аккаунта мы оформили две страховки. На него и на меня длиною в год. У них достаточно широкий спектр действий. Это очень круто, потому что медицина в Сеуле дорогая. И мы надеялись, что нам не придется ей подозваться. К счастью, не пришлось. Но если бы, мы были бы к этому готовы. Это первый плюс такого лайфхака. Ну и второй, это прохождение в бизнес-зал. И только с карточки Леши было дано несколько проходов в определенные лаунж-зоны. В Пекине, где у нас была пересадка, такие лаунж-зоны были. И в одну из них мы прошли. Леша использовал один двухчасовой проход на себя и один на меня. То есть мы вместе зашли. И мы поели, мы помылись, мы зарядили телефоны, мы посидели. То есть там было очень комфортно. То есть ты заходишь, а у тебя все вот это вот включено. Нам понравилось, поэтому имейте в виду, что есть такой лайфхак. Пробный период. Наверное, даже у других банков тоже такая тема есть. Но про них мы не знали. Мы знали про Стинькофф. И просто когда мы прилетели, подключились к китайскому Wi-Fi. Оплатили. Не оплатили на самом деле. Получается Стинькофф премиум. И, пожалуйста, прекрасно провели время. А минусы китайских авиалиний у нас. Нас задержали рейс второй уже, получается, из Пекина в Сеул. И мы несколько часов еще впали в аэропорту. Но для нас это не проблема, потому что мы с Лешей летели вдвоем. У нас не было детей, питомцев или кого-то еще. Мы никуда не опаздывали, поэтому это окей. Но если вы планируете какие-то большие путешествия, и вы, допустим, летите семьей, то просто это стоит иметь в виду, что китайские авиалинии этим грешат. На обратном пути у нас была маленькая стыковка. Всего два часа. У нас была пересадка там уже в Шанхае. И мы летели с девушками, которые на свою пересадку не успели. На самом деле два часа это очень мало для пересадки международным рейсом. И еще такой момент, что в Китае очень сильно буквально шмонают. Извините, конечно, за жаргон, но действительно это иначе не назовешь. Потому что обычно транзитные зоны ты просто пулей пролетаешь. Потому что ты уже сдал свой багаж. Ты уже в каком-то аэропорту прошел контроль. Ты летишь по своим делам. И по сути, второму аэропорту нет смысла тебя проверять. Но не в Китае. В Китае нас вот прям вот ты стоишь. Тебя целиком ощупывают вообще вплоть до трусов. И это все очень длительная процедура. Ты проходишь практически полноценный паспортный контроль, несмотря на то, что это транзит. И опять-таки это довольно-таки долго. И на обратном пути в Шанхае с нами летели девушки из Мальдив, как они сказали. И они не успели на свою стыковку. И поэтому летели с нами. То есть уже позже с теми, кто делал присадку из Сеула в Шанхай. Вот. Это такой момент, который стоит иметь в виду, если вы опять-таки торопитесь или путешествуете с семьей. Это тот дискомфорт, на который надо понимать, что есть риск пойти. Так что вот. Но при этом дешевизна перелета в целом, она, конечно, объясняется. В остальном все было прекрасно. Вкусно покормили. Хорошо обслужили. Не знаю, вообще претензий нет. Нормальные авиалинии, неплохие. Пока что самые худшие, которые у нас были, это Визер и сербские. Сербскими мы летали, нам тоже очень не понравилось. Качество вообще не соответствует цене, которая была заявлена. Так что вот. В этот раз мы удивительно быстро прошли паспортный контроль в Шереметьево. И так как у нас биометрический паспорт, можно было вообще не общаться с таможенниками. Просто заходишь в кабинку, сам там все сканируешь, отпечатки пальцев, фотку делаешь. А тебе только включают сайт, а ты выходишь. На все про все у нас ушло 25 минут, а мы говорили, что мы опоздаем. Но мы даже раньше немножко приехали. Есть такая прикольная штучка. Можно поиграть в игрушку какую-нибудь, что-нибудь полистать. Что у нас здесь есть? Всякие видео, аудио и игрушки. Ой, музыка сейчас будет играть. Для этого нужно вот сюда что-нибудь поподключать. А вот здесь вот пишется, сколько нам осталось лететь. Пока что дофига. Так, международные фильмы. Есть Байкал, есть Жизнь котов. Я просто нашла, что я буду смотреть за это время, если не дослушаю аудиокнижку. А, нет. А, все, информирование пошло. Ладно, мы взлетаем. Так, пришло время обеда. У меня рис с говядиной. Здесь вот такие овощи. Это горячее. Также есть апельсинчик с яблоком. Есть арахис соленый. Есть конфеталенка. И сок сады Бритоне, что очень мило. Это у нас что, масло сливочное, майонез и такой вот салатик с морковкой, капустой, оливкой и колбаской. А еще кофе с молотвом. Но молоко, конечно, сухое. Очень приятно. Пахнет потрясающе. Так, ну, кстати, 8 часов прошли бодренько. Я посмотрела две части голодных игр. И сейчас мы уже в Китае пытаемся найти лаунж от Синьку в премиум. По-моему, там можно посидеть с удовольствием. Потому что у нас пересадка 6 часов. Я очень надеюсь, что, возможно, там где-то есть душ, но я не уверена. Потому что очень хочется побыть чистенько. Получается, ночь в плацкарте, 8 часов перелета, 6 часов пересадка, и я чувствую себя очень грязно. Очень хочется помыться. Просто моя мечта. Красота. Аэропорт в Пекине очень красивый. Людей, кстати, не особо много. Замечательно. Очень красиво светло. Ура! Я смогла поесть, помыться, посушиться, накраситься и переодеться. Я надеюсь, что смогу пройти корейскую границу, как нормальный человек. Если вы когда-то думали о поездке в Сеул, то, возможно, вы об этом уже слышали. Но если нет, то я вам сообщу, что прохождение границы в Южной Корее дело непростое и нетривиальное. И там есть такая история, как прохождение допроса. Потому что в Южной Корее сейчас активно борются с нелегальными мигрантами, которые приезжают работать и, соответственно, уклоняются от выплаты налогов и плохо влияют на экономику страны. А, соответственно, на границе проверяют всех очень и очень тщательно. И тех, кто вызывает сомнения, отправляют на допрос. И там уже решается твоя судьба, попадешь ты на территорию страны или нет. На самом деле, в любой стране таможни может вас не пустить без объяснения причин. Если они сочтут вас подозрительным или просто кто-то будет в плохом настроении. Но Южная Корея единственная страна из тех, в которых мы были, где действительно мы переживали. Я стояла, у меня действительно тряслись руки, что и мы можем туда не попасть. А у нас была виза, как я уже сказала, кета одобрена. Но также есть такой нюанс, что когда вы едете в Южную Корею, есть, ну, такие, наверное, две основные причины, по которым люди туда приезжают внутри. Это туризм, это визит кому-то и это образование. Образование нам не подходило, мы ехали в отпуск. Так, друзей у нас там не было, соответственно, только туризм. Если ты едешь в Южную Корею туристом, у тебя должен быть турплан. И по этому турплану тебя на границе могут очень активно погонять. Выяснить, насколько ты вообще готов побывать на территории страны и насколько серьезно ты настроен. Вот. И поэтому мы этот турплан готовили. Вот. Чтобы вы понимали, я расписала, вообще я распечатала карту, где, когда мы будем, в каком отеле мы остановимся. У нас вообще расписано было абсолютно все. И в Сеуле, и в острове Чеджу, и в Пусане. И, соответственно, когда мы дошли до таможни, я была готова. И нам повезло, мы прошли. Но перед нами развернули на допрос двух людей. Это была русская девушка. Но она была... Мне кажется, она не очень хорошо говорила по-английски. И мне кажется, что она... Как-то грубо немного выглядела. Возможно, она сказала что-то не то или не так, поняла. И поэтому ее отправили на допрос. И афроамериканца тоже отправили на допрос. Вот, в общем, видимо, такие люди вызывают опасения на границе. Возможно. Не берусь судить, но в других роликах тоже нет подобного слышала. А на допросе вам предоставляют переводчика, вы общаетесь. Это еще не значит, что вас не пустят в страну, но не пустить могут. Мы проходили, все было нормально. Мы достаточно долго, кстати говоря, постояли в очереди. Потому что допрашивают реально довольно-таки тщательно. Но нам, слава богу, повезло. Несмотря на то, что мы практиковали такую вещь, как бордерран. Когда мы жили в Таиланде, мы выезжали из страны и заезжали заново, чтобы обновить свое время пребывания. Мы переживали, что это может вызвать вопросы на таможне, но, к счастью, не вызвало. Мы были в Корее первый раз. У нас спросили, так ли это. Мы сказали, да, мы приехали первый раз. Ну, как мы? Сначала я, потом Леша. Конечно, на таможне все поочередно проходят по одному. Мужчина меня спросил таможенник, что мы планируем делать. Я целый турплан наш не показывала. Но начала просто издалека. Сказала, что мы хотим побыть несколько дней в Сеуле, несколько дней побывать на острове Чеджу. И хотим побывать в Пусане, после чего вернуться к себе. Он спросил, какими авиалиниями мы полетим. На остров Чеджу. И, слава богу, мы с Лешей это обсуждали, потому что я занималась турпланом, а он занимался там арендой отеля, авиабилетами и всем остальным. И я могла просто этого не знать. Но, к счастью, у нас были куплены билеты. Тоже важный момент, что они у нас были на руках. И я просто как-то у него спросила, как мы полетим. Он мне об этом сказал, поэтому я смогла ответить на этот вопрос. И у Леши, как он сказал позже, тоже это спрашивали. Проверится, впадут ли наши ответы. Короче, вроде бы ничего такого в этом вопросе нет. Но если ты не подготовлен, если ты реально не планировал свою поездку, то, возможно, ты на него не ответишь. Не знаю, что было бы тогда, абы, да кабы. Но вот такие вопросы нам не задавали. Таможню мы прошли. И еще один момент, который уточняют люди на таможне, это если у вас достаточно денег для пребывания в стране, чтобы вы там не нищенствовали. Расчет такой. 100 долларов на человека в день. И если вы из России, то лучше иметь их наличными, потому что банковские карты у нас, по идее, заблокированы. У нас есть карта иностранного банка. С нее, кстати, мы себе и арендовали жилье. Но, как вы понимаете, на таможне это немного странно. Звучит, если ты приезжаешь из России, говоришь, у нас как бы не работают карты, но у меня есть карта другого государства, и я буду оплачивать ей. Ну, то есть, как бы, нет гарантии того, что вам точно откажут, но мне кажется, что риски также имеются. Нет гарантии того, что вам не скажут, интересно, а почему. Соответственно, лучше иметь с собой наличные тоже. У нас они были. Кто-то писал в чатах, что бывает таможенник, например, может вас их прям пересчитать. У нас пересчитывать не стали, но они у нас с собой были. Итак, давайте поедем дальше. И следующее, о чем мне хотелось бы рассказать, это жилье и перемещение. Мы арендовали жилье на Airbnb и Booking. Эти сервисы работают за границей, и, как я уже сказала, оплачивали мы их с зарубежной картой, которая у нас была. Если у вас не проходит что-то на Airbnb, такое бывает, и у нас такое было, Леша мне сказал, что ему приходилось включать VPN, перезагружать приложение. Короче, с этим, возможно, придется немного повозиться. Но, тем не менее, нам удалось это сделать и оплатить. Жилье – это дорогая часть расходов в Южной Корее. Действительно, на это придется потратиться. Будьте готовы. Это не дешево. Но, в целом, не знаю, если вы живете в Москве или в каком-то большом мегаполисе, в принципе, цены соотносятся с нашими туристическими локациями. Нельзя сказать, что там сильно дороже. Но это не дешево. То есть, как у нас найти какой-то супер дешевый хостел, наверное, не получится. Там есть бюджетные варианты, но не слишком. А, еще один интересный момент. Не только Airbnb и Booking, а также есть еще сервис Амода, по-моему, называется. Я вставлю скриншот этого приложения. Оно работает абсолютно прозрачно, легально. Это такая же вещь для бронирования жилья, только местной. И вот там бывает подешевле. По-моему, последнее наше жилье Леша арендовал именно там. Я у него уточню и вставлю вам скриншот и какую-то подпись того, насколько достоверна эта информация. В Сеуле мы остановились в квартире у семьи. Да, мы с Лешей на самом деле стесняшки. Мы понимали, что нам очень хочется пообщаться с местными жителями, но сами мы вряд ли когда-нибудь с кем-нибудь поговорим. И когда мы листали Airbnb, встретилось предложение. Девушка с ребенком, с супругом сдают комнату в своей квартире, потому что родители девушки, то есть бабушка и дедушка этого ребенка, уехали в отпуск. Мы подумали, что с одной стороны, конечно, напряженно, но с другой привлекательно, потому что, ну, это же классно, когда ты можешь пожить у местного, погрузиться в культуру. И мы решили рискнуть. И, как нам кажется, мы надеемся, мы не прогадали, потому что на самом деле мы все сняли очень выгодно, несмотря на то, что квартира была просто огромная. Когда мы приехали, мы были в шоке, потому что это просто... Ну, миллион долларов она стоит сто процентов, зная, да, примерно, сколько стоит жилье в Южной Корее. То есть это просто... Это просто огромная квартира. Реально она огромная. Она находится в самом центре, около транспортного узла Силл Стейшн. Это место, откуда можно отправиться на железнодорожном поезде в... Железнодорожном? Откуда можно отправиться на поезде в Пусан. Это место, откуда можно отправиться на метровый аэропорт. Да, в Сеуле ходит метровый аэропорт, как же это удобно. И это центр города. Вот прям классный центр города. Это вышка. И мы просто... Не знаю, мы так и не поняли, зачем им было сдавать комнату за такие большие деньги. Точнее, комнату в квартире за такие большие деньги нам за такую маленькую сумму. Потому что мы заплатили где-то 200 долларов за пять ночей, если я ничего не путаю. И просто это капля в море, как будто бы до людей с таким уровнем дохода. Как мы выяснили, мы пообщались. Мужчина работал раньше главным прокурором, но ушел и стал работать с кем-то типа лоббиста, потому что, ну, в общем, принял такое решение из-за политики текущей. Девушка работает маркетологом в Юникло. Ее сестра работает врачом. Ну, то есть как будто бы люди, не знаю, очень состоятельные. Но мы надеемся, что им просто было скучно. И они хотели пообщаться с иностранцами. Вроде бы на то похоже. Значит, мы у них остановились. И это было очень круто, потому что они нам очень много помогали. Корейцы оказались очень приветливыми, очень добрыми людьми. И на улице часто к нам тоже они подходили узнать, как у нас дела. Не они конкретно, а просто другие рандомные люди. Узнать, как у нас дела, откуда мы и так далее. То есть вот эта культура small talk, когда ты подходишь и заводишь с кем-то небольшой разговор, очень развита. И люди очень сносно говорили на английском. Несмотря на то, что многие блогеры говорили, что в Корее не все говорят по-английски. Это такая проблема. Никогда мы с ней не сталкивались. Всегда в любых заведениях. И просто на улице люди к нам обращались и говорили на безупречном английском. То есть вообще вопросов не было. Ребята, у которых мы жили, они также общались по-английски. Девушка училась в США, мужчина учился в Канаде. Мы приятно провели время. Они нам очень много подсказывали. Они помогли нам скачать карты, по которым мы ориентировались. Дело в том, что Google Maps работает в Корее очень-очень плохо. Из-за того, что, в общем, не хочется, я так понимаю, им туда что-то выкладывать, чтобы к этому не имела доступа Северная Корея. Но это не точно. Короче, Google карты там работают ужасно. Работает Maps.me, причем офлайн, причем очень хорошо. У нас не всегда ловил Wi-Fi. Мы покупали симку только на некоторое время. И, соответственно, не всегда у нас был доступ к онлайн-картам и офлайн. То есть вообще без интернета. Maps.me нас прекрасно ориентировала во всем. Удобнее всего транспортные маршруты простраивать по Наверу, по вот этому приложению. Оно просто потрясающе работает. Тоже очень и очень удобно и напоминает наши Яндекс.Карты. Чаще всего в Сеуле мы перемещались на метро, автобусах и пешком. Да, как мы изучали достопримечательности в основном в центре города, мы очень много ходили именно пешком. И то, к чему мы были не готовы, как жители Петербурга, Питер это идеально плоская просто вообще поверхность. Здесь почти никогда не бывает склонов, я не знаю, подъемов и так далее. В Корее этого очень много. Это горестая местность. И ты постоянно куда-то поднимаешься, спускаешься и так далее. Мы очень уставали, но нам было очень интересно, поэтому в принципе не страшно. Но это тоже такой момент, который я сейчас вспомнила, когда решила рассказать вам о наших перемещениях. И также общественный транспорт просто потрясающий. В Корее мы ни разу не пользовались такси, даже мысли такой не было, потому что в этом не было никакой необходимости. Как я уже говорила, метро ездит везде, до аэропорта, до другого аэропорта, до любых вообще локаций в городе, а где не ездят, можно пересесть на автобус и за это не доплачивать. Ты платишь только за расстояние, а не за вид транспорта. Вход в метро стоит порядка 120 рублей. Ты заходишь, и там уже идет подсчет твоего расстояния. Ты прикладываешь карточку, куда ты едешь, допустим, выходишь из метро, опять ее прикладываешь, садишься на автобус, прикладываешь, выходишь из автобуса, прикладываешь, и только в самом конце с тебя снимают деньги, если ты вдруг проехал больше, или если ты не проехал больше, с тебя списывают вот эти 120 рублей. То есть, в принципе, это опять-таки дороже, чем у нас, но удобная система и понятная цена. Метро просто потрясающее. С одной стороны, оно ходит чуть реже, чем у нас, то есть как бы в Питере я привыкла, что вот так вот просто электрички у нас гоняют, и ты никогда не уйдешь в вагон. Там приходится подождать минут 5, 7, 10 в Пусане было, когда ты ждешь свой поезд. Где-то он ходит вообще редко на не особо востребованных маршрутах по расписанию, но, тем не менее, это очень удобный вид транспорта. Всего ли меня удивило то, что поезда очень широкие, то есть они, наверное, в два раза шире, чем наши, чем московские поезда. Они все сквозные, то есть всегда можно найти удобное место. Они все с кондиционерами, и очень милая деталь. Там есть, во-первых, полки сверху, куда можно положить свой багаж, как в электричках, то есть у нас такого нет. У нас метро, это метро, а там можно прям удобненько расположиться. Там есть кондиционеры, и есть места для беременных. Места для беременных выделены розовеньким цветом. Это практически в каждом вагоне одно или два места точно есть, и на них либо никто не сидит, либо, если кто-то все-таки присел, рядышком висит датчик с считыватель беременных брелочков, так скажем. То есть беременная девушка, она может быть стеснительная, и особенно на ранних сроках не хочется доказывать, что ты действительно беременна. Ну, в общем, такой, знаете, неловкий момент, и поэтому власти Кореи выдают девчонкам беременным вот эти брелочки, они вешают их на сумку, и получается, что она просит, этот брелочек просит освободить место за тебя. То есть, как это происходит? Ты заходишь в вагон, подходишь к этому месту, и начинает пищать, вот когда брелочек находит датчик, они начинают коннектироваться и пищать, и человек это понимает, освобождает тебе место, ты присаживаешься, и как бы все. Потрясающая система, очень милая, но есть обратная сторона медали, очень дорого заводить детей в Южной Корее, очень дорого, потому что школа, поликлиники, все будет платно, мало достаточно льгот, не очень длинный декрет, и вот это тоже мы узнали у ребят, когда жили, потому что у девушки трехлетний сын, и вот они нам эти вещи рассказывали. То есть, это такое тоже накладное дело, власти стараются создавать какие-то комфортные условия, типа вот таких приколов, но тем не менее. Конечно, больше всего поражает то, насколько красиво выглядит все в Южной Корее, в том числе транспорт. Мы были под впечатлением от того, какое красивое там метро, и нам встретилась станция, которая с длинным переходом, подземным, и он весь в растениях, просто весь. Это абсолютно живые растения, за которыми ухаживают, они находятся под искусственным освещением, они в идеальном состоянии, и ты идешь, а вокруг тебя просто ботанический сад. Когда ты идешь в метро, это, конечно, вообще просто не может тебя не радовать. Это просто подземный переход в метро корейском. Они сделали зеленую зону. Сейчас мы находимся в таком местечке, который, как не знаю, маленький ботанический садик с водичкой, со всем таким. Я просто в шоке. Офигеть. Офигеть. Ну, еще один маленький приятный бонус. Во всех практически станциях метро, на всех станциях метро есть туалет. Чистый, красивый, общедоступный, бесплатный, потрясающий. Тоже очень удобно. Ну что, друзья, основные моменты я вам, наверное, рассказала. Рассказала, как мы доехали, где остановились и как перемещались. На этом буду заканчивать такую вступительную часть. Будем приходить уже к более живой, влоговой. И теперь, находясь в контексте, вы, наверное, будете смотреть с большим интересом. Я на это надеюсь, но еще пару раз к вам подключусь. Приятного просмотра. Чтобы у пешеходного перехода было не жарко и не лил дождь, есть зонтик. Опа! Ждем, когда загорится наш сигнальчик. Потрясающе. Я в шоке. Это очень красиво. Это просто это самый красивый мегаполис, в котором я когда-либо была. Наверное, очень похож Бангкок. Он мне тоже очень понравился. Раньше он занимал место номер один, но сейчас это вообще просто потрясающе. Так все продумано, так красиво, но почему-то нет людей. Вообще, мы идем. Сегодня суббота, выходной, и мы живем в центре города. Понятно, мы туристы, но никого нет. Непонятно. Какие красивые кофеечки продаются в 7-11. Просто потрясающе. Там была акция 2 плюс 1, ну и всякие такие вкусняшки с собой прям на ходу будем кушать. какая милейшая разноцветная брусчатка, и у меня развязался шнурок. Как же здесь красиво, боже мой. Мы находимся около здания музея истории Сюлы, и тут очень круто представлены уже здесь всякие кусочки экспонатов каких-то зданий и сооружений, которые были когда-то тут все подписано понятно, есть на английском перевод, что в принципе помогает нам все это выяснить, разузнать и понять. Вот такие красивые штучки тоже. Очень круто, что это все в разрезе. Вообще классно. Надо будет зайти. Кстати, в Вижной Корее очень много христиан, и просто посмотрите магазин христианских книг. Это очень мило. Какие красивые здесь кафешки, это просто невероятно. Их очень много, они все очень красивые. В Южной Корее национальный костюм под названием Хатбок очень популярен, как кимоно в Японии. Мы не смогли устоять от возможности сделать красивые запоминающиеся фотографии и решили тоже его арендовать. В первый же день мы решили отправиться в сердце Сеула, дворец Бен Бокун. Изначально он был построен в 1394 году, но из-за японских выражений часто разрушался и восстанавливался. Он был главным и крупнейшим дворцом династии Чусон. В то же время Сеул стал столицей еще не разделенной Кореи. Сегодня дворец это настоящий музей под открытым небом, где постоянно полно людей в национальном корейском костюме ханбок. Как местных жителей, так и туристов типа нас. А я пройду без проблем. С маленькими. Прямо хочется все разглядывать поближе. Смотрите, снизу камень, кирпичики, потом идет дерево разное, окошко деревянное тоже. И вот у нас все идет наверх. Там красиво все расписано. Вот такая вот крыша. Вообще очень много деталей, такие они все интересные, прям все. Хочется постоянно разглядывать. Друзья, мы пришли в Ханбокун, это очень красивый императорский дворец, и здесь просто потрясающе. Это целый большой дворцовый комплекс, и мы ходим, любуемся, и не можем остановиться. Мы взяли себе ханбок. Это традиционный корейский костюм. Здесь, когда ты выберешь в аренду, у тебя бесплатный проход на территорию. Аренда стоила порядка полутора тысяч рублей на двоих, плюс мы взяли кое-какие аксессуары, и прическа у меня тоже была платная. бесплатные, но я решила немножко разгуляться, тем более, что стоило это порядка 250 рублей, так что в принципе я считаю оно того стоило. Мы ходим, гуляем, и единственный момент, во-первых, мне не очень нравится, как мы положили челку, во-вторых, вот этот костюмчик, он синтетический, и сейчас достаточно душно, и поэтому в нем еще более жарко. Но я надеюсь, сейчас разойдется дождик, станет попрохладен, периодически идет, мы купили зонтики, и в общем гуляем и наслаждаемся. В костюмы ходят все, и местные, и туристы, и просто вообще очень это классно. Нам помогли их, кстати, правильно надеть, это не такая простая задача, но в целом приемлемо. Так что вот, будем снимать вам что-нибудь отсюда еще. А вот смотрите, из глины, из карпичиков, я так понимаю, всякие штучки. Тоже красиво. Черепица мне больше всего нравится. Черепица? Ага. Да, кстати, реально очень красиво. Тоже летая какая-то необычная. Не летая, как это называется? Не сломай, блин. Понятно. Так, а то если что, не мы сделали это. Это кто-то тут пишет. Кидаем сюда дрова. там отдельная конфорка вторая. Двухконфорочная плита. А тут, наверное, спадает? Тут пьет. Пару из варюшки жир. Варюшки пьют. А, это конструкция ханблока, вот это теплый пол. Сюда все выкидывается, топится, и здесь было очень тепло спать, как я понимаю. Да, да, видишь, тут прям поднято из-за этого. Да, из-за этого здесь такой порожек, и получается такой теплый пол. У нас с другой стороны нет из-за этого пола. Там в духовочке, тут, наверное, была водичка посередине. Красота. На этой улице до сих пор живут люди, хоть она историческая. Это улица Ханок. Здесь нельзя шуметь, потому что здесь очень много туристов, и чтобы была возможность ходить и туристам, и жить людям, здесь запрещено баловаться и сильно шуметь. Так что мы сейчас тут тихонечко походим, где-нибудь покушаем, попьем кофе. Хотя, может быть, и не будем кушать. Жарко. Ой, как красиво! Это запрещено для меня магазин, я обожаю всякую маленькую фигнюшечку, а здесь это вот так много, оно все такое милое. Вот маленькие ханоки, вот костюмчики ханбоки и много-много другого. Здесь еще очень популярная селфи-студия, где можно сделать красивые фотокарточки, вот такие. Приводишь себя в порядок, делаешь фото и забираешь с собой на память. Но грех не сделать фото в таком потрясающем костюме. Напоминание не шуметь. Красивая жилая улочка прямо перед нами, перед Лешей, которым я все выградил. Ла-на-на! кстати, вязание здесь тоже популярно, но крючком в основном. В основном такие красивые аксессуарчики. Потрясающе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 орудия всякие разные а смотри прикольно смотрите как классно наглядно показано что какой штучкой делалось каким камушком да здесь вот например нарисовано что канавки делали до этой дырочки я так понимаю да это чили а вот это и обрезали вообще класс очень понятно несмотря на то что музей как бы да корейскому все написано английском и так подписано что понятно вообще абсолютно все интереснее ходить в 10 раз от этого что не чувствуешь себя глупым здесь показано как делалось копьем то есть была какая-то деревяшка здесь вот стеклянные штучки положили для наглядности показали как втыкались камушки туда чтобы получалось такое копье жизни бы не подумала что это так делается если честно на истории мне это так не объясняли хорошо вот ножичек и копья получается тоже уникальное явление пожалуйста трогайте экспонат это реплика можно прям попробовать пощупать что это были за штучки посмотрите здесь показано впервые веретено вот эти штучки показано как прикреплялись и вот фотография того как это использовалось первая одежда какие красивые украшения нашли изготовлены в пятом веке где-то уже наши эры очень красиво сути по всему здесь круто объясняется как появился корейский язык что это все зависит от артикуляция того как ты произносишь какие-то буквы и от того что тебя окружают очень интересно мы поднялись на второй этаж здесь расположена каллиграфия и изобразительное искусство также подарки из других стран вот сейчас мы смотрим собственно говоря каллиграфию здесь вот комната художника каллиграфа описано очень красиво просто невероятно залипать ему очень круто что в этом музее есть много места где можно посидеть вот таких вот уголочков по всему музею просто куча и не это классно если сюда приходит кто-то с детьми или старые люди или просто если такие люди как мы как туристы которые за день пробегают по 100 мест хотят посидеть могут себе такую возможность найти это конечно потрясающе здорово прям респект за такое мы пробыли здесь уже два часа очень интересный музей но мы как обычно потратили все силы когда очень внимательно изучали самое начало экспозиции она начинается на первом этаже с античных времен с авито и чем дольше поднимаешься тем современнее интереснее экспонаты и в итоге сейчас мы просто с последних сил это все доходим но конечно очень интересно тем не менее но тяжело очень тяжело поэтому не будьте как мы если вы сюда когда-то приедете проходите все постепенно так это снова я из настоящего пришла рассказать вам небольшие предыстории к тому что увидите дальше наверняка вы слышали о том что южная корея это очень безопасная сторона и мы на личном опыте убедились что это действительно так там везде много видеокамеры они реально повсюду когда ты идешь ты со временем даже перестаешь их замечать но сначала это впечатляет что ты идешь и камеры они просто реально везде и ну для нас это было скорее плюсом потому что мы умудрились забыть свою сумку с документами с наличными и со всем остальным в кафешке где я наливала айс американо да мы там посидели позавтракали и видимо я не знаю солнце в голову ударило мы как-то расслабились и мы просто забыли и только когда мы спустились в метро мы поняли что ее нет и слава богу все обошлось в общем сейчас подробнее об этом узнаете и не совершайте наших ошибок конечно все равно следите за своими вещами но честно мы были шоке когда все нашли потому что мы с папой с моим когда в детстве моем ездили в деревню на его малую родину на машине очень часто типичная история съездить на лето в деревню к бабушке во время этих поездок между питером и владимирской областью было такое что при мне папу обокрали то есть мы зашли покушать он пошел сделать заказ я была классе во втором по моему сидела там считала ворон и украли кошелек деньгами из куртки прямо вот который он повесил на спинку стула и какие-то такие случаи они бывали то есть когда у тебя прям под камерой что-то могут украсть то есть но мы действительно с этим сталкивались иногда в своей жизни и сейчас к счастью в питере во всяком случае это стало происходить реже но там мы на это не особо рассчитывали и к счастью к счастью все обошлось ну что рассказывай что случилось поехали на метро мы не можем короче то что рассказывают про то что корейцы вообще никогда ничего не воруют это походу правда лёша на себе это проверил мама не смотри это видео пожалуйста в метро есть специальная миска для льда когда он стоит он стекает в канистру чтобы когда вы выкидываете мусор вы сначала высыпали лед а потом уже выкинули отдельные не было жижи никакой после музея мы решили прогуляться по городу и пойти в библиотеку но не простую а одну из самых популярных в мире библиотеку старфилд она находится прямо в холле одноименного торгового центра ее масштаб действительно впечатляет взгляните сами правда на самом деле сюда чаще приходит пофоткаться чем почитать я думаю что ее задача на самом-то деле не столько предоставить всем книге сколько привлечь внимание к чтению показать его эстетику и сделать его модным для тех кому это важно 2 раз мы пришли в торговый центр мы решили пройтись и по магазинам конечно мне пошлось и без покупок об этом поговорим чуть позже небольшое разговорное подключение как лёша сказал из пустов но в принципе так оно и есть мы присели на лавочке около патолического собора отдохнуть и простроить свой дальнейший маршрут насчет того как одеваются корейцы они все ходят в очень классных вещах очень брендовых там я не знаю шинель dior и все в этом духе и постоянно вот эти вот логотипы ральф лоран но как мы поняли сегодня и вчера когда гуляли здесь очень много крутых комиссионных магазинов здесь очень много магазинов которые продают товары там старых коллекций например это винтажные какие-то вещи вот сегодня мы заходили в магазин который назывался винтаж японии или что-то такое короче секонд-хенд из японии и вообще вещи выглядят реально как новые и стоит очень мало но реально абсолютно доступно и здесь реально выглядеть круто стоит ножки летают стоит маленьких денег потому что ну потому что просто это реально очень удобно напомню что мы жили с местными ребятами и они давали нам классные советы куда сходить один из них летний фестиваль растений в сиуле ребята посоветовали отправиться туда именно ночью из-за красивой подсветки и это стало отличным завершением для нашего второго дня мы будто побывали в сказочном лесу из детской книжки а ветер с реки ханган помог нам отдохнуть от жары и насладиться видом ночного города друзья небольшой обзор наших сегодняшних покупок в сиуле точнее тех которые мы сделали для меня зашли туда на самом деле чтобы просто поменять обувь потому что наша была не очень удобная и в итоге как вы видите задержались сначала мы зашли за никло потому что он здесь есть и это хороший магазин который мне казался раньше просто потрясающим самым для меня идеальным но не в этот раз я много чего примерила и взяла только спортивные штаны потому что в россии не могла я для себя долго подобрать мы сейчас занимаемся скушем и в общем я решил что это будет очень полезным приобретением тем более что это не особо много эта цена в вонах также нашли хорошие магазины именно местные вот этот вот и секунды я так понимаю именно корейские магазины сегодня там была хорошая распродажа мы выделишь там очень много местных решили тоже зайти посмотреть и как видите ушли не с пустыми руками вот такой вот не знаю как сказать пола до такой пола я себе купила синего цвета с воротничком в таком немного знаете стиле моряка очень классно смотрится интересная ткань которая хорошо держит форму и абсолютно гладко выглядит это не может не радовать ну мы насмотрелись короче знаете на улице на красивых корейских девчонок которые минималистичный стиль надеваются и в общем захотелось попробовать сделать что-нибудь подобное в общем надеюсь что получится также оттуда я вынесла платье тоже этот же бренд стоит тоже не очень много это тоже цена в корейских вонах то есть она что по скидке и что хочу сказать очень классная на подкладе плотно везде прошита прекрасная строчка давно такого не видела вообще села как влитую потрясающе лучше просто потрясающе так это не то о чем вы подумали это не оригинальный ральф лоран точнее это скорее всего он но сумка сшита как я поняла из рубашки то есть это такой хендмейт который кастомизировали и сделали из этого вообще абсолютно новую вещь очень высокого качества потому что тоже прошита на великолепно очень качественная фурнитура здесь вот из кожи такие вот штучки на молнии красивая линия из бусин и внутри это тоже что-то невероятное по качеству очень я очень хотела себе какую-нибудь небольшую сумку долго я тоже искала и когда увидела вот это но это просто просто полное вообще попадание в то что я хотела и классный очень цвет и стоила она но это наверно сам дорогая покупка для сегодня вот столько вон их надо смотреть по текущему курсу но это вообще классная вещь классный сувенир и надеюсь что носите буду с удовольствием и так как мне была очень нужна сумка мы купили сразу две потому что вот это более такой спортивный вариант более вместительный который можно носить формате crossbody и она очень легкая такая знаете как пуховичок сумка тоже очень актуальная модель лёша она понравилась больше всего солнечные очки тоже долго не могла найти в питере солнечные очки тоже долго не могла для себя подобрать в питере которые мне нравились были всегда очень дорогими и столько тратить деньги на солнцезащитные очки которые мне в питере нужны пару дней в году конечно не хотелось и вот здесь вот этот вот вообще потрясающий вариант стоил как не знаю очки у нас в магазине карри в россии но при этом это тоже какая-то местная фирма которая делает очень стильные вещички не нравится как они на мне сидят тоже вообще очень удачно потому что долго ходила по магазинам никак не могла найти вот пожалуйста они лежали и меня ждали там на самом деле было очень много удачных моделей именно у этого тоже бренда и можно было даже по выбирать потому что обычно выбирать не было ничего и я уходила просто абсолютно с пустыми руками здесь же ну вообще класс и от этой же я так поняла кастом на какой-то местной фирмы купила себе платье в котором надеюсь скоро вам покажусь очень легкое приятное тоже такое вообще абсолютно без какого-то не знаю прикола да без какого-то акцента просто она минималистично очень красиво чем буду носить с удовольствием надеюсь что надеюсь что вы если если когда-то приедете в корее тоже приглядитесь к этим магазинам потому что за свои деньги вообще просто невероятные какие-то вещи которые у нас мне кажется стоили бы намного намного дороже ну что друзья на этом я буду заканчивать первое видео из Сеула и Южной Кореи соответственно надеюсь оно вас не слишком утомило несмотря на то что оно было таким довольно таки организационным дальше будет больше интереснее надеюсь что вам понравится если вам было приятно провести время со мной не забудьте поставить лайк и если вам совсем понравилось то подписаться на канал и конечно спасибо всем кто это делает следующий раз во втором и завершающем видео из Сеула я буду больше живых подключений показывать мы с вами сходим в кафе Гарри Поттера мы с вами сходим вязальные кафе и для тех кто увлекается вязанием я подготовила небольшой розыгрыш я кое-что вам привезла также мы с вами поднимемся на Сеульскую телебашню и уже после в следующих видео съездим на остров Чеджу красивое курортное место и побываем в портовом городе Пусан короче надеюсь вам это тоже понравится и что я хочу сказать спасибо что провели это время со мной если у вас есть какая-то обратная связь дополнение либо вопросы конечно оставляйте их в комментариях я всегда стараюсь на них отвечать спасибо вам еще раз и до новых встреч всем пока